С нами Игорь Чубайс. Игорь, вы нас слышите? Да, я вас прекрасно слышу. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, смотрите, мы только что обсуждали с предыдущим гостем, что показательно в виде дипломатической пощечины в Киев уже вернулось около 40 западных посольств. Это, безусловно, демарш на дипломатическом уровне, то есть возвращая своих дипломатов, как бы Запад показывает Москве не просто свое фе, а, грубо говоря, демонстрирует, что их угрозы по поводу вот этих ядерных бомбардировок Киева Запад как бы вертел и вот эти демарши, тем более, что впереди ОДКБ, где ждут, мягко говоря, что Путин получит не то, что хочет. Вот этот вот демарш западный и уже поговаривают, что буквально чуть ли не в Харьков хотят вернуть какие-то консульства. Скажите, о чем это говорит? О том, что посольства, ну, осведомленные люди, вот еще недавно они по причине своей осведомленности уехали из Киева, а сегодня они массово по той же причине вернулись. Ожидаете ли вы пощечины путинскому режиму, что еще и в Харьков, вот принципиально, из принципа вернут вот этих консульств, которые были в Харькове? Ну, вы знаете, я думаю, что в этой ситуации поведение Запада достаточно последовательно, согласовано, и Европа, и весь демократический мир проявляет солидарность, и возвращение посольств в Киев, это только один из шагов, вы знаете, другие совещания, 40 министров обороны, я, правда, не знаю, что там пел министр обороны Венгрии, но более 40 государств присутствовало на этом совещании, возвращение посольств в Киев, на мой взгляд, вот, как вы и сказали, означает, что мир не верит в возможность ядерного удара, потому что, ну, это очень многозначное действие, ведь если бы американцы были задеты, американские дипломаты бы пострадали, пришлось бы отвечать самым серьезным образом, чего, то есть война перешла бы в другую уровень, в другую стадию, поэтому, видимо, американцы имеют информацию, у них хорошая разведка, судя по тому, что они говорят, хотя и у них бывает, особенно англичан, вот, судя по всему, они уверены, что рассуждение о возможности атаке, это, скорее всего, блокнот. Вот, то есть это, это очередное достижение Киева, очередное предупреждение того, что Украина действует правильно, получает поддержку от всего мира, а у нас, в России, к сожалению, наша власть в полной изоляции, еще раньше вели иностранный агент, то есть не агент, а, не знаю, Мандер, не агент ЦРО, иностранный, то есть любой, кто не гражданин России, он, он сам окажется под подозрением, потому что Россия абсолютно в полной изоляции, такого никогда не было в нашей стране, даже в Советском, а русская вообще? Смотрите, Игорь, у нас в редакции с утра идет, как правило, конкурс на самый нудный опрос, я никогда в нем не участвую, ну и вот у нас весь день вот это вот занудство, которое запускают, до вечера набирает какое-то количество голосов, у меня всегда мой опрос, вот личный, я нахожу вот такую вот тему, которая просто, ну, просто кричащая, и задаю гостям вопрос, предлагая четыре варианта, тут мы все увидели, что оказывается Россия начала общаться российское руководство с Талибаном, Талибан сейчас, ну, вместе с Ким Чен Ином, с там, Эритрич, собственно, Венесуэлой, это главные друзья Российской Федерации, и вот Талибан в засос целуется с Путиным, и вроде бы они договариваются, что российская нефть, от которой отказываются во всем мире, пойдет в Талибану, они будут в Талибану предоставлять нефть, у меня к вам вопрос, ну, почти интимного характера, как вы считаете, а рассчитываться Талибан будет чем? У меня есть четыре варианта, ну, рублями, возможно, у Талибана есть рубли, героином, тут я точно скажу, что героин у них есть, это сто процентов, то есть, это героин не рубли, то есть, наркота это не рубли, у Талибана наркота есть, еще есть два варианта, это девственницами, ну, и, конечно, оружием, которое им досталось, вот, 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 после того, как афганская армия благополучно сдалась, в отличие от украинской, без боя, то есть, афганская армия сделала прямо противоположное тому, что делает украинская армия, так вот, чем Талибан будет рассчитываться с Кремлем за нефть, если что, как вы думаете? Ну, я бы сказал, что вообще социологический вопрос в патриарном государстве, это довольно странная вещь, потому что здесь люди не свободны, потому что здесь святогробная пропаганда, если вы спрашиваете лично меня, я думаю, что Талибан ничем не может ответить, если расплатиться за нефть, мне просто на таких ресурсах, но попытаться, как бы, наркотики, просто в некотором смысле, не знаю, что там это конвертируемая валюта криминального мира, то есть весь криминал строится вот именно на это, поэтому вот в Аргентине там случайно в школе при советском, при российском посольстве дети, что ли, заточили, там так и не описали, несколько сотен килограмм с наркотиками, вот, причем расследование не было проведено, вот если в ходе какого-то протеста в Москве молодой человек бросит пластиковый стаканчик, он получает соответствующий срок, когда нашли мешки с наркотой, то, в общем, никто не знает, это бывает, это дело житейское, то есть чем ответить по плану, я не знаю, не представляю, вот, но я думаю, что та, та блокада, которая намечается, которая обсуждается, которая, скорее всего, будет в Динамо, но, допустим, Словакия будет покупать газ, потому что иначе нет, в общем, его завести из газопровода через Украину, но огромное количество потребителей откажется от нашей нефти, вот, сложная проблема, сложный вопрос, но это будет очень серьезный удар по российской, по российскому бюджету, но удар будет не в один день через какое-то время доставка, это очень сильный шаг, если удастся править государность, согласие, Талибан сегодня это круг, завтра это враг, завтра это еще что-то, это не стратегическое решение, это все именитное. Смотрите, вот сегодня мы тоже это уже обговаривали в наших программах, действия российского генштаба, руководства российской армии не просто превратилось во всемирное посмешище, даже международный преступник, вот этот вот негодяй, враг Украины, этот имперец Гиркин, он уже просто издевается над руководством вооруженных сил Российской Федерации. То есть мы сегодня вот видели видео, где ну просто громят батальонную группу, просто ее сжигают на глазах у собственно тех, кто с дрона снимал этот обстрел, и уже мы приходим к выводу, что возможно где-то на уровне исполнителей какие-то генералы, они просто саботируют приказы фюрера, вот этого Russian фюрера, вот этого расиста Путина, как Шпеер когда-то саботировал приказы Гитлера, вот последние полгода Шпеер уже начинал саботировать приказы фюрера, уже возникает ощущение, что ну тут в генштабе начался саботаж, потому что разгром и выкинута армия из Киевской области российской, из Черниговской области, сегодня выкинута из Харьковской области. как вы оцениваете вот эти ну разгром, ведь западное вооружение, этот самый ленд-лиз только начали поступать на фронт, фактически на 90% украинская армия еще использует вот такие старые запасы. Как вы оцените вот эту ситуацию, вот этот ну фактически уже очередной разгром в Харьковской области? Ну вы знаете, с одной стороны действительно мы видим, что российские подразделения не способны выполнить поставленную переднюю боевую задачу и не способны не только сегодня, завтра, первое, с чем столкнулся, первое нам сообщили, Харькову бомбили, в 4 часа нам сообщили, как у нас теперь поет Харьков, бомбили, что началась война, то есть удар по Харькову пришелся в самую первую минуту, он находится там примерно в 40 километрах от границы, из этого ничего не случилось, ничего не вышло, и его власти подразделения отходят, потому что очень много факторов, но, видимо, вся система не работает, вот вспомнили ситуацию в Германии, между прочим, генерал-полков Иванов до начала этого страшной войны, он опубликовался и подписал заявление в процессе собрания российского, где говорилось, что ни в коем случае нельзя думать, что эта война будет веселой прогулкой, которая займет несколько часов или несколько дней. Он сказал очень тяжелое поражение, пролитный характер его действий, потребовал, чтобы путин еще, вот, но его не послушали, но сценарий, по которому не сценарий, а реальная история, в которой разворачивается эта катастрофическая война, он сейчас близок не к тому, что говорил Шулько, а к тому, что говорил Ивашин. Вот, а то, что в эквивалентарном государстве присутствует ложь на разных формах, это видно и в современной России, это видно и в современской истории, и в истории третьего ряда, потому что одна из версий, почему Гитлер так не попал на Великобританию, пошел на восток, потому что в разведке канализ он испытывал симпатии и он давал такие что англичане слишком сильны, не стоит с ними связываться, хотя вопрос, что бы было, если бы проект уже застанавливался. То есть стратегические просчеты возникают из-за того, что система работает неправильно. Вот и здесь ситуации старик похоже, потому что думал, они везли такую форму, а это нужно было совсем смотрите, еще у меня вопрос вот по поводу сейчас Турция провела такой демарш, они возражают против принятия Швеции и Финляндии в НАТО, мотивируя тем, что там вот эти лидеры курдских повстанцев получили там приют и что вот дескать они этим недовольны, они хотят ветировать. Венгрия говорит, что они хотят большую компенсацию от Евросоюза. Как по вашему мнению, вот эти попытки решить свои мелкие шкурные вопросы, вот эти шкурняки, они сумеют помешать стратегически? Это будут мелкие тактические неурядицы вот этого процесса общего, который покатился как снежный ком? То есть или все-таки это замедлит? Будет ли это влиять существенно на тотальную изоляцию России, на расширение НАТО? То есть как быстро Европа преодолеет ну вот эти шероховатости, которые всегда возникают, собственно говоря, всегда они возникают при таких ситуациях, когда большое количество стран должны синхронно что-то согласовать. Насколько это серьезно с вашей точки зрения? Вы знаете, я думаю, что таких важнейших решений, как поддержка, стратегическая военная поддержка странами Запада, как расширение НАТО, это не такой финальный вопрос, и неудивительно, что возникает несогласие, возникает разные мнения и так далее и так далее и так далее, что американский конгресс проголосовал за ленд-лис, а нашел сенатор фамилия, который и тормозил, вот появляется время. Но я думаю, что такие частные вопросы существуют механизмы для их решения, все-таки вопрос об отношении между Курцией и Финляндии вопрос второй, даже третий. Мне кажется, что ситуация с предстоящим вступлением Финляндии в НАТО, она заставляет делать глубокие стратегические выводы. Дело в том, что вы знаете, вот после оранжевой революции я участвовал в такой дискуссии, которую мы проводили в Киеве, где собрались киевские украинские специалисты, дипломаты руководители СБУ бывшие и ряд таких гуманитарий выследует в нашей стране. И по многим вопросам мы все желали демократии, мы украиням и все единодушны. По многим частным вопросам мы говорили, относительно частным было дискуссии. Например, один из вопросов, по которым мы разделились, одни говорили, что Украина должна идти русским путем, то есть как с Россией ввести внутренний рекорд преобразования, но истыбаться в нормальных контактах с Россией. А другие говорили, что нет, это невозможно, мы совершенно разворачиваемся в 180 градусов, делать то, что считает наша страна. Вот сегодня стало понятно, что финский Путин, Филядия, которые в Филядии в свое время, они не издавали Солчинич, мы можем в Стокгольме купить Солчиницына на финском филляндии, вы его купили. И по ряду других вопросов, какие-то были близки Советскому Союзу. Но этот путь оказался исчерпанным, и Филляндии пришлось занимать ясную и чуткую позицию. То есть бывают вопросы, которые, знаете, вот как, если вы идите на кружки, может, немножко помадить, женщина может либо быть беременна, либо быть беременна, не может быть наполовину. Если вы вставите на демократии, вы не можете быть с Россией, которая сегодня авторитарна, а немножко запах демократически, либо туда, либо сюда. Вот ситуация с Филляндией со Швецией показывает, что проблема становится острой, и решить их можно только принципиально, только по сутке. А с Турцией, я думаю, вопрос удастся решить, договориться, хотя Турцией не простой партнер. Да, смотрите, еще что я хотел спросить, весь мир шокирован, особенно шокированы граждане Украины, мы видим постоянные вот эти опросы на улицах, где корреспондент спрашивает жителей России о ситуации и огромное количество людей, вдруг начинает нести пургу, потому что надо быстрее заканчивать, надо решительнее проводить операцию в Украине, надо Польшу захватить, Польша тоже наша, надо брать Польшу, брать страны Балтии, нужно забирать, да, все, они и Грузию хотят забрать, они Словакию хотят наказывать, они Чехию хотят наказывать, они говорят, что это все несостоявшиеся страны, они вообще никому не нужны, и вот скажите, вот это вот, вот это вот, ну, почти религиозное помешательство, вот, российская же власть вкладывает людям вот это пренебрежительное отношение к соседям, вообще к другим нациям, и вдалбивает в голову, что быть русским, это уже быть исключительно вот привилегированным человеком, что достаточно быть русским, тебе можно грабить, убивать, насиловать, решать вопросы других стран, вот это вот повторение брежневского маразма и гиммлеровского вот этого бесчеловечного садизма, то есть фактически, ну, Путин там многостаночник, он ухитряется повторять Геббельса и Брежнева в одном лице, то есть старческий маразм вместе с вот этим гитлеровским национал-социализмом, он фашист-маразматик, и это нравится 80% от дурманиного народа, вот как из этой ситуации будут выходить, что 20-й съезд опять Хрущев, там, ну, то есть будет вот так же будет или как? Ну, вы знаете, вы задали сразу много вопросов, я попробую хотя бы на парочку ответить, это июзия, что 20-й съезд развенчал Сталинщину, на самом деле в летом 1953-го года, после того, как 5-го марта сдох Красный теракт, и Сталин, после этого начались восстания в лагерях, самые главные сильные восстания были в Иркуте и Норильске. Руководителем этих восстаний был Евген Грицак из Ивана Франковской области, с ним был ВКонтакте, в переписке, и Игорь Доброшан, из Непразно, Петровска, украинцы были. И эти восстания были настолько мощные, что Хрючев понял, что дальше достать вот эту сталинскую систему ГУЛАГа невозможно, она была распустой. Поэтому вообще дело не в 20-м съезде, и те информации, которые циркуруют в авторитарном государстве, это практически всегда называется операция информационного прикрытия. Вот они сказали, что это неонацисты, но точно сказать, что дело вовсе неонацисты, совершенно в их цели, а формально это прикрывается лозунгом «Мы боремся нацизмом». То есть вот здесь всегда надо разбираться языковой уровневости, а то, что на самом деле, что на самом деле и так далее. Теперь просто социологических вопросов. Вы сказали, 80% отвечают, да? Я, например, не могу сказать, что отвечают аргументы. Накануне развязки с Кузьмского, его рейтинг 97 или 95%. Потом сразу 0%. Понимаете? Поэтому здесь бывают такие скачки. Но я приведу более простую аналогию. Представьте на минуту, что вы живете в так называемой ДНС. И к вам и в шестернии, вот они не были такие, остались с многих других. Такие же взгляды. Есть очень разные родственники, которые там были, совершенно нормальные люди. Но вот представьте, что приходится проводить социологический опрос. И приходит социолог к вам домой, квартиру, знаю ваш ад, с вами. И задает вопрос, вы поддержите политику нашего президента? это. Но в этой ситуации 20% респондентов у нас другое мнение. Вот это удивительно, что 20% отвечает нет. Вот что существенно. Понимаете, когда у нас официально военная цензура, какие здесь опросы, вы говорите. А то, что есть люди, которые принимают разделить пропагандистские утверждения, то, что навязывает телевизор, какая-то доля действительно есть. Но я думаю, что она невелика. И это даже люди, которые не принимают телевизор, они будут искать официальные пропагандистские берут. Завтра будет другая, другую. После завтра третью, возьмут третью. Но все-таки я бы сказал, что сейчас это вообще сложно, хотя еще более востребовано. Я не раз говорил в беседах украинских не создала систему решения на Россию. Ведь нам очень не нужна пропаганда. Вы передайте позицию своих руководителей, расскажите о позиции честного мнения в Украине, расскажите о позиции президента, что в России это знают. А ведь это очень многие знают. только первые канала отсюда формируют свои взгляды. вот это широкий звук. Звука нет. Вот эти полчаса, но у нас очень плохая связь с вами и у нас сейчас будет следующий гость. Мы благодарим Игоря Чубайса, российского философа, социолога, доктора философских наук и России веда за вот эти содержательные 20 минут в эфире.